Добрый вечер. Мы продолжаем нашу серию уроков. В прошлый раз у нас был урок про мораль и святость, и мы сейчас будем продолжать эту тему, учить следующую зарисовку, так сказать, статью Рава Кука на эту тему. Краткое повторение предыдущих серий. На прошлом уроке мы учили для меня нестандартную совсем идею по поводу того, что святость и мораль в каком-то смысле, они противоположны друг другу, а именно в отношении любви к самому себе, к дорогому любви. Мораль обычно, она воюет с любовью к себе, мы это называем эгоизмом. А святость, это уже когда человек настолько хорош, что ему не нужно воевать с собой, и чем ему лучше, чем он больше как бы себе берет, тем лучше всем остальным. Это святость. Также мы сказали, что по отношению к народам, это работает уже немножко по-другому. Невозможно требовать от народа быть моральным. То есть невозможно требовать от народа уменьшить немножко любовь к самому себе, к своей нации. В таком случае нация просто рассыпется. Невозможно требовать от человека, как мы требуем от человека, поделись конфеткой с братом, с другом, с соседом. Ну и что, что он тебя нахамил, это самое, ничего страшного. И это так человек становится морально лучше. Если мы скажем, ну и что, что он тебя требует, кусок земли отдай ему, уступи, и все будет хорошо. То народ такой, он начнет загнивать, он не сможет существовать. А что тогда? А что да? А да, то, что у нас возможно, это требование от народа, чтобы он был святым. То есть чем больше он вкладывает любви в себя, тем больше и лучше всем достается, и всем вокруг становится хорошо. Это то, что мы учили в прошлый раз, абсолютно нетривиальной идеи. И сегодня мы продолжаем, тоже учим короткий отрывок, следующий. С вашего позволения. Начнем. Мораль – это прихожая, а святость – парадный зал. Ну, сразу я остановлюсь и спрошу, конечно. А что это нам напоминает? Да, то есть, перки, а вот. Да, конечно. Это нам напоминает известное изречение, что этот мир – это прихожая, а будущий мир – это гостиная, это парадный зал. Как здесь сказано, парадный зал. И я как-то неосторожно позволил себе сказать, что паравкуху такое вот, или похожее изречение – это вообще снаружи от иудаизма, не внутри. И меня немножко абсолютно правильно набросились, и мы сказали, что когда-нибудь при случае мы этот отрывок тоже израва получим. Но сейчас, безусловно, раз здесь делает нам Акбала, он ссылается аллегорически на именно то, что у нас есть этот мир – это, в общем-то, праздор, прихожая, а святость – это парадный зал. Теперь мораль – это прихожая, а святость – это парадный зал. То есть, мораль, то есть, получается, не цель, а средство. Так же, как и этот мир – не цель, а средство к будущему, так же мораль – это средство к святости. Как мы видели в прошлый раз, святость включает в себя все хорошие качества морали, но она выше. То есть, скажем по-другому, у святости нет отрицательных черт морали. Какие отрицательные черты морали? Мы сказали, несмотря на то, что война с любовью к себе, дорогим и любимым, – это положительно продвигает человека вперед. Тем не менее, любовь к себе – это, в общем-то, это что-то, что в нас прошито очень-очень глубоко. Из-за этого воевать – это в какой-то мере воевать с самой жизнью, воевать с самим собой. И, в общем-то, это не достаток. То есть, понятно, чтобы человеку стать лучше, нам приходится воевать с самим собой. Но это как вот у нас очень много вещей, которые не самые лучшие, а так, как есть. Но мы хотим продвигаться и становиться лучше. Для этого нам обязательно нужно воевать, бороться с любовью к себе и нет другого. Другого пути нет, но есть следующий этаж. Пройдя этот путь морали, мы сможем попасть на путь святости. И как на сегодня есть один народ в мире, который святой, а в будущем будут все. Также на сегодня есть единицы людей, которые святы, а в будущем, видимо, не очень далеко. Это могут уже быть большинство людей. Соответственно, в нашем отрывке мы занимаемся теперь, как был вопрос в прошлый раз, взаимодействием, взаимоотношением моральной личности и святости народа или наоборот. Видимо, в основном здесь будет идти речь, насколько я понимаю, про еврейский народ. Когда отдельные люди занимаются моральным самоочищением, возвышается общество, чтобы быть святым. Как мы сказали, общество не может быть моральным. Оно может быть только святым. Но когда отдельные люди становятся более моральными, это помогает их обществу. Может быть, не обязательно только еврейскому. Может быть, и любому подниматься на уровень святости. Здесь немножко игра слов. Общественная мораль встряхивает в себя пыль пустого. морализаторства и облекается, собрав искрой морали, которая в отдельных людях, во цвет могучей силы святости, которая достигает высот, благодаря углублению именно в любовь к себе. Это, видимо, сложно понять без предыдущего отрывка. На предыдущем можно было учить. Общественная мораль встряхивает в себя пыль пустого морализаторства. Это про то, что, как мы сказали, обществу нельзя быть моральным. Если общество становится моральным, то есть начинает воевать с любовью к себе, то оно начинает загнивать и рассыпаться. Поэтому любое требование от общества быть моральным – это пустое морализаторство. Общество может собрать искры морали отдельных людей. И одевшись в это, как в одежде, в отцвет могучей силы святости. Моральность отдельных людей, составляющих общество, собирается на уровне общества уже в святости. И облекается, собрав искры моральные, которые в отдельных людях, в отцвет могучей силы святости, которая достигает высот благодаря углублению именно в любовь к себе. Как мы сказали, общество может быть моральным. Любовь к себе на уровне общества – это патриотизм. Когда люди, составляющие общества, становятся более моральными, то общество, его патриотизм становится более очищенным, более высоким, более возвышенным, святым. Но, как мы сказали, изменение, улучшение общества – это именно в сторону не уменьшения патриотизма, а увеличения патриотизма. Там, где патриотизма меньше, там общество, оно рассыпается. Люди вместе ничего особо не держат. Что меня держат? Вот у меня тут есть любимая жена и дорогие дети. А что меня держат с соседом? Ну и что, что 400 лет назад мои его предки жили на одной земле? У него какие-то другие интересы, у меня другие. Зачем мне для него и за него что-то делать? Соответственно, уменьшение патриотизма, оно размывает сильно общество, чтобы увеличить патриотизм. Но, как мы знаем, патриотизм может быть и отрицательным, причем очень отрицательным. Когда мы самые-самые, все остальные вообще никто, это уже может быть очень плохой патриотизм, когда мы за счет всех остальных и так далее. Соответственно, чтобы патриотизм этот у нас... Но другого пути в обществе нет. Чтобы поднять общество, мы должны увеличить силу любви к себе в обществе. То, что называется простым языком патриотизм. Это должен быть, соответственно, патриотизм, который стоит на штыках моральных людей, которые составляют это общество. Общественная мораль встряхивает в себя пыль пустого морализаторства и облекается, собрав искры морали, которые в отдельных людях. Вот цвет могучей силы и святости, которая достигает висок, благодаря именно углублению именно в любви к себе. И напротив. Когда отдельные люди оставляют моральную чистоту, факел народной души меркнет от качества нечистоты. Соответственно, когда люди, составляющие этот народ, они ведут себя не морально, а морально, то общество такое, оно тоже становится пораженным. Оно, может быть, и не рассыпается, но оно становится безусловно нечисто. Оно становится плохим. И появляется ужасная мораль. Тут все пропало. Зависло. А, я как раз хотела спросить, только ли у меня. Ну, подождем, пока интернет восстанавливается. Мне кажется, это очень интересная штука. То, что высвешение общества происходит за счет моральности отдельных людей. Но это нет параллели полной между моралью человека и моралью общины, например. Преобщество или народу. Добрый вечер. Да, мама тоже зависла. Наверное, по мне. Я подвис на несколько минут, и поэтому я остановился. Значит, я говорил о том, что Раф не застав. Он не застав не в Второй мировой войне, не то, что произошло в Германии именно с нехорошим патриотизмом. И он не застал, с другой стороны, также государство Израиль. Путь, которому это ушло, он уже видел. Но то, что те ассоциации, которые вызывают у нас вот этот ужасный монстр народа, отягощенный преступлениями по отношению, допустим, к фашистской Германии, я думаю, кстати, это же можно сказать и по поводу сталинской России тоже. Но когда мы видим, что любовь к себе есть, а морали, то есть патриотизм есть, а морали отдельных людей у народа нет, то народ, конечно, не рассыпается, но такой народ становится зверем. И это, как бы, не я сказал, это действительно написано у рабов. И это получается плохо. Давайте еще раз это прочтем, пойдем дальше. И напротив, когда отдельные люди оставляют моральную чистоту, факел народной души меркнет от качества нечистоты, и появляется ужасный монстр, народ, отягощенный преступлением, хуже всякого лютого зверя, отвратительной всякой мерзкой твари. Народ, собрание которого не имеет силы подняться к святости, не способен со стороны общей души дать своим сынам влияние для морального очищения. Только народ в глубинном духовном состоянии. Извините, для морального очищения себя или их личного морали? Или это... Я сейчас, 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 я специально читаю два предложения, их расскажу, потому что здесь есть некоторая вещь, которую обязательно нужно объяснить. Народ, собрание которого не имеет силы подняться к святости, не способен со стороны общей души дать своим сынам влияние для морального очищения. Только народ, в глубинном духовном стержне которого сокрыто качество святости, только он помогает своим сынам быть морально чистыми настолько, что отдельная личность поднимается к вершинам святости. Итак, в первой половине нашего отрывка мы разобрали связь, то, что называется, снизу вверх. От личности к обществу. Мы сказали, что если личность становится более моральным, это добавляет народу святости. А если, как мы сказали, народ, единственная возможность, это только патриотизм, только любовь к себе. Но если этот патриотизм питается от людей, которые моральны, которые над собой работают, то такой народ становится более и более святым. С другой стороны, наоборот, если патриотизм, любовь народа к себе, она основывается на людях, которые не моральны в большинстве, у нас появляется страшная совершенно тварь. Теперь в двух последних предложениях раб рассматривает противоположное движение от народа к людям. И мы поэтому пропустим первое предложение и сперва разберем второе. В еврейском народе, который свят как народ, поэтому народ может влиять на отдельные личности, тем, чтобы они стали лучше и моральнее. Давайте еще раз прочитаем последнее предложение. Народ, набрание которого... Только народ, в глубинном духовном стержне которого скрыто качество святости, только он помогает своим сынам быть морально чистыми настолько, что отдельная личность поднимается к вершинам святости. Человек, который прилеплен к народу, евреи, святость народа влияет на него, помогая ему быть более моральным и также толкая его на следующий этап, на этап святости. А что с другими народами? С другими народами возвращаются на предыдущее предложение. Народ собрания, которого не имеет силы подняться к святости, на данный момент, не способен со стороны общей души дать своим сынам влияние для морального очищения. Натана, вопросы когда можно задавать? Когда я закончу объяснять это предложение, потому что если я это не закончу, у нас может появиться очень-очень неправильное понимание этого отрывка, что у неевреев не может быть морально. Это абсолютно здесь не написано. Здесь написано, например, такая вещь. Патриотизм сам по себе в других народах, кроме еврейского, не помогает людям стать лучше. Для этого работают другие каналы. А патриотизм сам по себе, когда народ сам по себе, он не святой, канал патриотизма сверху вниз не работает на людей, сделать их лучше. В еврейском народе, как исключение, да, а в других нет. Соответственно, люди черпают свою мораль из других каналов, не из патриотизма. Теперь давайте это еще раз прочитаем. Народ собрания, которого не имеет силы подняться к святости, на сегодня это все народы, кроме еврейского, не способен со стороны общей души дать своим сынам влияние для морального очищения. Не то, что у его сынов нет никакого влияния для морального очищения, есть. Оно просто не со стороны общей души народа. То есть, как мы это переводим, не со стороны патриотизма. То, что я люблю свой народ, это не делает меня само по себе лучше. А то, что я люблю свой еврейский народ, да. А вот теперь можно задавать вопросы. Мне было очень-очень важно исправить возможную ошибку при прочтении предпоследнего предложения. Его можно прочитать так неверно, что у неевреев нет канала получить мораль. Это абсолютно неверно, этого здесь не написано. А теперь я к вашим условиям. А можно текст видно было? Можно. Ну, он прислал ссылку вообще. И в чате есть у нас тут. И можно для себя открыть просто. А, я считаю, если вам нужно с текстом, пожалуйста, я открою текст. Вот, есть текст, пожалуйста. Натан, а то, что о первой части. Извините, извините, Нахама, просто Таня была посередине вопроса. Я извиняюсь. Ага, я думала спросить. Ну да, мне хотелось узнать, Натан, можно эту текст? Что, каким способом, какими методами народ, собрание которого, не, в глубинном духовном стержне которого сокрыто качество святости, он помогает своим сынам быть морально чистыми, каким образом он это делает, этот народ? Какие методы, какие средства? Понятия не имею. Не знаю. А там не говорится дальше? Что это есть. Он не разрабатывает ему в глубь. Как это работает, не знаю. Но, когда народ, он святой принципиально, то работа этого канала, она двухсторонняя. Сверху вниз и снизу вверх. А когда народ, он еще не святой, то только снизу вверх. Моральное совершенствование личности помогает возвышению народа. А в обратную сторону этот канал не работает еще. То есть патриотизм не делает меня, как личность, лучше. Как это работает, рад, что здесь не объясняет, я не имею ни малейшего понятия. А про народ, собрание которого не имеет силы подняться к святости, а почему он не имеет силы? Это зависит от народа или нет? Я понимаю это, что не имеет силы на данный момент. А в конце концов святость будет. И у народов тоже, у всех высоко, я понимаю. Давайте заглянем в предыдущий отрывок. там, по-моему, или у этого народа разное понятие святости, поэтому он не имеет силы. Нет, нет, я думаю, то есть это просто движение. На сегодня нет. То есть давайте как бы когда народ он уже святой, есть движение, как вы сказали, двустороннее. Когда он еще нет. Насколько я понимаю, в конце истории будет, да, возможно. Это же, по-моему, самый относительный пророк, который говорит, что Всевышний в конце истории заключит новый завет, заключит завет с народами и будет их называть Ами, мой народ. По отношению не к евреям, а к другим народам. А с евреями заключит новый, более продвинутый, я знаю, завет. То есть, как я сейчас цитирую Равшарки, народы поднимутся, народы на уровень евреев, евреи поднимутся на следующий уровень и так далее. То есть от народа зависит. В другом месте народы поднимутся на уровень святости, но это не сегодня, это завтра. Я ответил как на ваш вопрос? Да, от народа зависит. Всевышний открыт, но народ не готов. От людей, не от народа. Мы сказали, что мораль люди не могут получать от как-то от патриотизма, но народ может подниматься в сторону святости из-за того, что люди его составляющие, они продвигаются в сторону морали. Это зависит от людей. Народ в смысле как Рав его берет, это тоже более высокая отдельная личность. Это как субъект. Поэтому сказать, что зависит от народа, мы говорим сейчас, нет, зависит от людей, которые народ составляют. Они субъекты, маленькие, каждый, каждый из людей себя улучшает, становится более моральным, и народ становится лучше. Стается более святым, более близким к святости. Но, как мы сказали в прошлой отрывке, требовать от народа поступиться любовью к себе для других народов, это скорейшая дорога народ этот просто убить. Нехама, вы хотели что-то сказать? Нет, вроде все сказали вы. Я просто еще думала, мы не знаем действительно, как это устроено, как это работает, но, во всяком случае, один механизм того, как стать народом святым, у нас есть. Это увеличение моральности каждого отдельного человека в этом народе. После какой-то, наверное, нужна критическая масса для того, чтобы увеличил святость до такой степени, что она оказывала влияние на других людей. Да? Да. Именно то, что Раф здесь пишет. Ну, и может быть с еврейским народом за длительную его историю постепенно это или заслугу працев, я не знаю, но в какой-то момент вот этого Я понимаю, Рафа это в самый начальный момент. Практически с момента создания народа этот народ он уже свят. Его создание отлично от создания других народов и так далее. То есть это специальная лаборатория Всевышнего. Он свят изначально. Это не мешает ему совершать серьезные грехи и преступления и так далее. Это тоже называется сгула. Это не совсем нам понятно, да? Пожалуйста, если вы хотите, да. А я тоже, не хама, так мне это слово сразу всплыло, что это да. избранность, которая не зависит как бы ни от чего, и в ней есть некоторые тайны, видимо, которые так просто не объясняют. Ладно. А мне сейчас вспомнился отрывок, где Раф говорит о том, что первая тшува это возвращение к душе народа. Я сейчас не помню точно в какой это главе, что общая душа народа Израиля заключает в себе всю праведность, всю справедливость и, ну, как вот в потенциале. И возвращение к общей душе как раз это начало тшувы. Кстати, отлично, отлично, шире, и, кстати, давайте обратим внимание на одну интересную вещь. Только народ в глубинном духовном стержне которого скрыто качество святости. то есть очень может быть это вообще потенциал. Это может быть не святость, которая открыта, а которая есть потенциал. И теперь давайте еще обратим внимание на предыдущее предложение. Народ собрания, которого не имеет силы подняться к святости. А если бегать, отжиматься и подтягиваться, то, видимо, может быть, то можно тренировать эту силу, то есть сегодня силы не хватает, а завтра очень может быть, что она появится, если ее тренировать. Так что спасибо, Ширель, я согласен. И с Нахами тоже. Здесь, видимо, не просто так. В глубинном духовном стержне которого скрыто качество святости, это не обязательно, что это качество, оно у нас реализуется прямо сейчас и везде, что этот народ не делал. Но, тем не менее, у него есть это внутри, что называется, прошито. В этом плане может быть даже у народов появляется преимущество. Потому что, если у тебя не было изначально каких-то там задатков, тем не менее, ты достиг какого-то уровня, это большее заслуга, чем способный ученик, у которого были задатки, он этого уровня достиг. Поэтому, когда в конце концов, с помощью еврейского народа и так далее, народы мира, они тоже достигнут этого уровня, это будет их личное и очень серьезное заслуга. есть еще какие-то вопросы? Или там замечания, или какие-то ощущения, кто-то хочет, как это называется? пониманием этого текста просто хочу убедиться, что правильно отнесся к нему. Правильно ли я понимаю, что существуют две силы, будем их условно называть внутренние и внешние, то есть у нас каждый человек внутри определенного народа, он сначала должен стать как бы лично святым, то есть он должен в себе воспитать, накопить какую-то энергию, набраться каких-то сил, накопить знаний, потом он должен помочь другим, то есть ограничить себя, распространить свои накопленные знания для своего соседа, это все объединяется в распространяется на свой народ, народ становится за счет таких вот моральных индивидуумов сильным и святым, и в то же время вот это вот эти моральные качества, это силы, которые скрепляют индивидуумов внутри народа и не позволяют ему развалиться, но в то же время не должно быть у индивидуума исчезновения вот этой святости, то есть он не должен отдать себя всего ради народа, слипнуться в один такой большой комок и получить аналог строительства Вавилонской башни, когда все ради цели, каждый индивидуум ничего не значит, если мы получаем грубо говоря такие народы внутри которых индивидуумы моральны, но не потеряли свои идентичности, то вот этот сон таких святых народов и является пока что каким-то идеальным потолком, выше которого находится только еврейский народ, который святой по умолчанию и даже если внутри происходят какие-то неправильные процессы, вот эта общая энергия святости народа исправляет эти процессы внутри еврейского народа и все равно система не рушится, как она может разрушиться внутри других народов. Хорошо, единственное, единственное, да, я согласен, единственное, замечание, вы сказали, что люди должны сперва стать святыми, нет, люди должны стать сперва моральными, это достаточно, это помогает народу стать святым, у людей есть следующий этап в личном продвижении стать святым, это очень хорошо, но то, что люди становятся моральными, не святыми, это помогает народу стать ближе к святости, это да. надо нам придут другие народы скажут новые у вас есть гула вы как бы по умолчанию а нам вот тяжело и что тогда я хочу сказать что нам не было легко вопрос легко нелегко просто вас сделал всевышний был первый человек есть где-то недраж не помню какой чтобы если бы народом мира достался бы досталось бы злое начала евреев просто сожрал это по поводу того что это самое нам тоже нелегко есть такое очень хорошее предложение называется за это напротив это напротив этого сделал всевышний всегда силы добра и зла не уравновешены если тебе потенциал большой не переживай у тебя будет очень большой потенциал также на упасть это безусловно и ну человек должен быть моральным а народ как бы хочет может не хочет но хорошо это уже мы пытаемся своим примером как-то провести но я хочу вот мне мне понравилось то что сказал тимур и мне кажется что следующий этап следующая ступень это уже диалог с богом на уровне человечества то есть у нас у нас ты хочешь сказать секундочку закончу предложение приходи то есть у нас диалог с богом на уровне субъект личности следующий уровень у нас диалог с богом это на уровне народа когда народ является субъектом у нас есть эта матрешка идет дальше у нас может быть диалог с богом на уровне человечества всего уже, а потом, может быть, диалог с Богом на уровне мироздания, эта матрешка, она идет выше, но снизу вверх. Дару тебе что-то хотелось сказать? Не хочешь показываться? Хорошо. Спасибо. я не понял как никого не обижать если я поеду в гости к маме жена обидится, не поеду маму обидится всегда есть есть подружка, которая на мне висит и пьет от меня время и силы и все, ей нужно поплакать если я скажу уходи, она тоже обидится то есть быть, постоянно таким улыбаться и всем таким детственным это не обязательно морально а между прочим, всегда есть какой-то хитрый ход, который мы чаще всего не видим, который мы можем сделать мы просто его не видим чаще всего мы видим только альтернативу обидится или жена, или мама а что-то такое хитрое придумать чтобы никто не обиделся, это возможно чаще всего, но очень сложно это нужно очень быть тонким душевным и умным человеком, чтобы сделать так чтобы никто не обиделся потому что нам кажется, что это мое мнение мы как бы все время движемся по этому пути стараемся найти этот путь но и как все человеческие да, так, поэтому мы все не мешаем но по-моему, человеком вы тоже будете очень нравится если вы не кого-то и на охоте в том числе и дома и в этой, и в доме и в другом случае поэтому мы можем сделать чтобы тот самый и в доме и в доме и в доме и в доме все, что мы можем сделать в доме и в доме и в доме ничего не мешаем а с этим, с этим, как просто я еще не зашаю так, вот, 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 каким путь это было бы очень это было, очень, очень, очень очень если мы и в другом случае то, что нам являются в другом случае а если кто скучит с теми частики То, что касается тема поездки и мелочностью, это именно по-счету мелочности можно найти где-то, где-то в середине. До конца. Но то, что я да понял, то есть я не совсем согласен, что, допустим, морально от никого не обижать. То есть я буду постоянно занять тем, а нет ли кого-то, кто решит обидеться на то, что я сделал. Это как бы не моральность, это угодничество всему и так далее. Нужно делать добро, нужно делать правильно. Если ты кого-то обидел по желанию или нет, нужно это исправить и подумать, почему это сделано и почему это не повторять. Но постоянно жить на основании того, чтобы я никого не обидел. То есть мое ощущение будет зависеть от того, как люди, что кто-то там решит на меня обидеться, независимо от того, я прав или не прав. Не знаю, суд присудил, ты прав, ты виноват. Он обиделся на судью. Судья нехороший. Судья предложил вначале, как положено, какую-то мировую, что-то еще. Но как бы работать, пытаться работать, как бы мораль и никого не обидеть, мне кажется, это не синонима. Да. 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 Может быть. Но с другой стороны, это как раз претензии евреев к машине. Ты тут нас выявил, тут у нас, так сказать, война, до нас напала Малека из-за тебя, а тут, ну, сейчас из-за тебя мы тут умираем с голоду, где-то нечего есть. Не-не-не, ну, не, что он отвечает, это вопрос хороший, но это именно, то есть, вроде ему нужно сказать, как бы, то есть иногда по правильной дороге тоже есть жертвы, тоже кто-то недоволен, кто-то плачет, тому-то не подходит. Если мы будем искать какого-то предводителя, это, по-моему, Чемберленд, не помню, кто это сказал, что если ты хочешь, чтобы тобой были все довольны, значит, ты никогда в жизни ничего не сделал. Если ты начинаешь что-то делать, тобой будет обязательно недоволен. Ты кому-то перебежал дорогу, ты чьи-то интересы нарушил, может быть интересы неправильные, не кошерные, но всегда буду от тобой недоволен, потому что у нас еще мир не идеальный, и там будет плохие, и зло вообще в мире. Натан, мы не слышим, что говорит ваша жена на самом деле. Хорошо. Хорошо. Давайте... Окей, хорошо. Тогда мы это остановим. Если кто-то еще хочет что-то спросить, я буду рад отнестись к последнему вопросу-вопросам, и мы на сегодня закончим. Натан, но получилось так, что мы не слышали, что она говорила? Может, ты вкратце суммируешь? А, никто не слышал? Мы не слышали. Может, ты вкратце суммируешь, чтобы у нас был какой-то, так сказать, по последнему вопросу, был вопрос и ответ. Направление было, что человек должен стремиться обращать внимание на то, что... То, что он делает, вызывает недовольство какое-то у других людей, и обращать на это внимание, а не продолжать переть как танк за своими светлыми идеалами, несмотря на то, что по дороге он может растоптать много людей, много жизней и так далее. То есть, как бы, Руди хотелось сказать, что мораль, это связано и очень близко к тому, чтобы никого не обидеть, чтобы никому не принести, не принести какого-то ущерба. Я не уверен, что я с этим согласен. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Может быть, это обсуждалось на предыдущем уроке? Вот, соотношение морали и справедливости? Нет, не обсуждалось. Мораль – это справедливость. Это синонимы? Это синонимы? Нет, это не синонимы. Как бы, справедливость – это часть того, что морально и правильно и хорошо. Мораль – это больше, чем справедливость. Мораль – это не обязательно справедливость. Иногда, может быть, мир. Это иногда не только справедливость. Мораль – это гораздо больше. Это, может быть, не связано со справедливостью. Я морально, допустим, пожалуйста, так сказать… Мне подарили конфету – морально поделиться с другими. Это справедливо поделиться с другими? Не уверен. Если я это заработал, морально поделиться… Можно тогда сказать, например, что на уровне народа мораль по отношению к другим народам – это придерживаться справедливости. То есть, не надо поступать со своими интересами своего народа, но стараться быть справедливым по отношению к другим народам. Это… Это в любом случае. Но здесь… Я не знаю, можно ли такое сказать… Стараться быть справедливым… Я боюсь, что нет. Я не уверен, я боюсь, что нет. Понятно, что… Когда есть любовь к своему народу, патриотизм, а люди, которые строят этот народ, они не моральные, то у нас получается действительно чудовище. Но… Народ должен стоять на своем. Так я понимаю. То есть… Раф, насколько я понял на предыдущем уроке, отрицает возможность требования моральности для народов. То есть, если такое требование появляется, это убивает народ. Подумая о других народах, поделись с ними, это неправильный путь. И этот путь, действительно, сегодня мы видим люди, есть идеологии, которые как бы на уровне народов пытаются продвигать вот такое вот моральное требование. И, насколько я понимаю, Раф предлагает другую дорогу. Чтобы народ усиливался и поднимался на основе моральности составляющих его людей, а не требованием ко всему народу, как к субъекту, начинать уступать другим. Это, может быть, немного, что касается темы, очень непростой, которую мы затронули в чате, как вы действительно, что морально, что не морально в сложных ситуациях. Но, насколько я понимаю, вот именно путь Раф, что нам хочется сказать, что требования моральности от народа, это плохо. Мне кажется, можно, это очень общее предложение к определению морали. Мне кажется, что мораль – это выстраивание правильных отношений между людьми, между разными людьми. То есть, что это значит? Действительно, это очень сложно сформулировать. Ты не можешь сказать, как Рути, что я не должен никого никогда обижать, потому что это сложно. Мы живем в несовершенном мире. Но выстраивание правильных взаимоотношений, они как одно из следствий. Действительно, ты будешь меньше кого-то обижать. Я думаю, что мораль просто должна учитывать много интересов. То есть, как бы, допустим, даже, допустим, у нас сейчас с прививками, да, допустим, прививка, она подходит 98% людей. Допустим, я просто по примеру. То есть, к каждому 50% она не подходит. Можно сказать, что большинство это подходит. Замечательная прививка или лекарство, еще что-то. К 2% это не подходит. Так мы можем это… Мы должны найти какое-то именно что-то, что подошло всем. Или школа, допустим, она подходит 95% детей. Но есть дети, которые мне подходят, и нужно подумать, как их вовлечь. То есть, нужно учесть… У нас тут такая матрица, такая… Вот это очень интересная идея. И мне кажется, она даже ближе к святости. Потому что, мне кажется, по морали мы на протяжении всей истории человечества удовлетворяемся тому, чтобы в общем система работала и хорошо. А вот сегодня, в конце дней, может быть это тоже подходит к теме святости, а может быть нет, я не знаю. Мы уже говорим, вот те остатки, которые мы как бы сказали. Окей, вот эта система подходит в основном, а кто-то страдает. Но так в основном общество движется вперед, то нормально. А в конце концов, мы хотим сказать, да, все здорово, мы продвинулись, но мы сегодня хотим избавления всего. И то есть, начинают подниматься именно голоса тех, которых как бы вот были вот такие вот отброшенные, заброшенные и правильно отброшенные, заброшенные. Но сегодня их тоже нужно найти, поднять и посчитаться с тем, чтобы, конечно, 95% не… Ну, получилось все, что им нужно, но оставшиеся 5% тоже должны уже сегодня получить свое как бы избавление, свой ответ. И это действительно то, что как бы видно, что мне кажется, это действительно сегодня происходит. Все, что отбрасывалось, потому что в общем система правильно дает лучшее решение при данных условиях. Но на сегодня уже есть требование, чтобы не было просто хорошим решением, чтобы уже как бы было идеальным решением, чтобы все получали ответ. И это хорошее требование. Идеального не происходит, изменения происходят очень-очень медленно. Но мы не отметаем тем, которые не подходят, которые не такие, как все, мы их тоже пытаемся найти для них решение. То есть, сказать, что как бы все, это сразу… Очень медленно происходят изменения. Очень-очень медленно. Ну, мне как-то кажется, что это тоже входит в моральное совершенство. Некоторые новые и так. То есть, раньше, может быть, им не продавали значения. Ну, о том, как связано со святостью, это мы уже сказали. И действительно, чем мы больше моральными, мы в обществе, тем мы в обществе целиком более поднимаемся на уровень святости. Я думаю, что народ Израиля, у него есть такое качество, несмотря на свои промахи и ошибки на пути познания Всевышнего. Этот народ единственный, который вот прилиплен к Всевышнему. Может, в этом его и жестоковыность, в принципе, я не могу назвать другой народ, который вот все время так вот в общении находится. Спасибо. Хорошо. Тогда мы закончим на сегодня. С Божьей помощью встретимся в следующий раз. Скажите в чате, кто еще какие темы хочет, потому что, как я уже сказал, у нас времени мало, работы много. У нас была тема, мы хотели обсудить будущий мир и этот мир. Мы хотели вернуться к книжке, может быть. Но вот сегодня мы... Да, мы про коридор хотели. Про коридор. Значит, в следующий раз про коридор. Хорошо. Тогда будущий мир и этот мир, что этот мир, он коридор к будущему, да или нет, что есть урава сказать по этому поводу, мы будем изучать на следующий раз. Хорошо. Хорошо. Это через вторник или на следующий вторник? Через вторник это не попадет на Песах? Нет, это через... А, может быть, наоборот, может быть, лучше на этой неделе, да, а через неделю нет. А мы посмотрим. Это будет либо через вторник, либо в следующий вторник. Тогда просто посмотрим, как в Песах у нас попадет. И я думаю, я скажу, как и что. Хорошо. Большое спасибо. Всем добрый вечер. Добрый вечер. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо.